Когда жизнь близкого человека висит на волоске, а возможности материальной или физической помочь ему нет. Это безысходность, и это действительно страшно. Наша следующая гостья дает надежду и принимает участие в возвращении к жизни детей и взрослых. Ирина Тимирко, руководитель направления «Адресная помощь» гуманитарного штаба, Рината Ахметова в нашей студии. Ирина, добрый вечер. Мы сегодня подводим такие первые итоги, большие итоги работы гуманитарного штаба. Я бы хотела начать с вашей личной истории. Я знаю, что когда вы выезжали летом прошлого года из Донецка в свободное место, в вашем автомобиле вы взяли маму с маленьким сыном. Могли ли вы тогда представить, что огромному количеству вот таких же мамочек и таких же деток совсем скоро понадобится помощь? Да. Вы знаете, на тот момент я не могла этого представить. То есть это было неожиданно. Мы с мужем выезжали очень быстро. Буквально за один день были собраны вещи. И мы знали о том, что есть девушка, которая очень хочет выехать к своим родственникам в Днепропетровск. У нее маленький двухлетний ребенок, но она не может этого сделать. У нее нет возможности, она боится. И мы приняли решение взять ее с собой. Мы ее привезли в Днепропетровск. Мы доставили ее из рук в руки ее родственникам. Она прожила там полгода. Сейчас мы уже знаем, что она вернулась в Донецк. Но на тот период это была такая, мне кажется, минимальная помощь, которую мы могли оказать человеку, сделать. И ожидать того, что уже через год колоссальное количество детей, мамочек, рожениц получат индивидуальную адресную помощь. И что самое интересное, они будут в этой помощи действительно нуждаться. Это будет жизненно важная помощь. На тот момент это было сложно представить. Вот если вернуть время назад, то и на тот период у меня бы спросили, действительно ли вы окажете помощь стольким раненым детям, тяжело больным детям, взрослым. Я бы, наверное, на тот момент не поверила. Не поверила, что будет такая глобальная масштабная беда, катастрофа, и столько людей смогут получить помощь. В условиях новой страшной реальности, очевидно, глаза боятся, а руки делают. И подтверждением этому становятся вот такие просто сухие цифры, статистика. В общем-то, сколько на сегодня детей, взрослых получили адресную помощь. Я знаю, это действительно зачастую очень страшные истории. Мы не раз в нашей программе показывали раненых деток, и очень больно на это смотреть. Если перевести эту боль в цифры. Программа «Адресная помощь» Рината Ахметова на сегодняшний день оказала помощь 4910 тяжело больным людям. В частности, это 635 тяжело больных и раненых детей. Но эту цифру еще можно расширить, потому что адресная помощь, кроме индивидуальной помощи и работы с конкретным человеком, еще оказывает такую помощь, как доставка продуктовых наборов на дом людям, которые не могут за ней прийти, допустим, лежачий человек. А также это адресная помощь предприятий группы СКМ. И если взять в общем и целом, то цифра адресной помощи – это более 20 тысяч человек. Более 20 тысяч, и за каждой единицей стоит история. Какая история поразила вас больше всего? Больше всего, к сожалению, поражает история раненых детей. Потому что это те истории, над которыми без слез работать просто невозможно. Ну давайте вспомним историю Владика Путина. То есть мальчик, он просто пошел к бабушке в гости, и выйдя на улицу поиграть к подъезду, он был тяжело ранен. Рядом упал снаряд, осколок прошел через лоб в затылочную область головы. И ребенок из абсолютно здорового мальчика, занимающегося танцами, спортом, он превратился просто в лежачего ребенка. И врачи не давали никаких гарантий того, что он вообще в принципе станет ходить и придет в себя. Но благодаря усилиям нашим, благодаря усилиям и вере его родителей, ребенок сегодня чувствует себя хорошо. Ему нужны курсы восстановления, реабилитация. Но мальчик пришел в себя, он занимается сейчас, он учится заново ходить, кушать. То есть вот такие вещи. Что еще можно вспомнить? Трагическая история 63-й школы, когда совершенно неожиданно на футбольное поле упал снаряд, и погибло двое ребят, двое учеников на школе, и четверо были тяжело ранены. Сегодня с мальчиками, которые были тяжело ранены, уже все хорошо. Они, слава богу, поправились. Одному из них нужно будет протезирование немножко позже. Но травма оставила след. С этими детьми сейчас занимаются психологи. Но в целом, конечно, это тяжелая история. И вообще, в принципе, из этой истории, истории трагедии на 63-й школе, началось наше направление «Дети войны». С тех пор мы поняли, что это реальность, и мы начали помогать отслеживать тех детей, которые ранены в результате боевых действий, связываться с родителями. Мы даже не дожидаемся звонков на горячую линию. Мы выходим сами на больницы, ищем контакты родителей и сами предлагаем помощь. Потому что в такой ситуации родители, они обычно, ну, как бы они в растерянности, они не знают, куда звонить, что делать. У них начинается паника. И вот нужно такое вот плечо надежное, которое поддержит. Мы стараемся быть этим плечом и делать все возможное, чтобы эти дети жили. Да, тем не менее, к сожалению, всем не поможешь. И бывают такие случаи, когда не штаб инициирует помощь, а люди сами обращаются за ней. Как в таком случае происходит процесс принятия решения? Ведь я уверена, что каждая история стоит внимания и стоит того, чтобы действительно принять участие в помощи пострадавшему человеку. Да. На самом деле, вот возьмем на примере детского инсулина. Когда мы для себя осознали, что инсулина в городе Донецке нет, и очень много детей находятся в зоне риска, мы приняли решение оказывать помощь инсулинам. Но родители детей, принимая этот инсулин, они параллельно очень сильно просили передать просьбу Ринату Леонидовичу с тем, что им не достает тест-полосок. Это очень дорогие тест-полоски. Их либо нет в наличии в Донецке, либо они их не могут купить. И что в таком случае? Мы анализируем эту ситуацию, мы принимаем решение очень просто. Есть заседание экспертного совета, на котором, исходя из того бюджета, который выделен, исходя из критериев, рамок и, в принципе, потребности, принимаются те или иные решения. Есть заседание совета директоров, есть личные решения Рината Леонидовича. Если он знает, что он этим спасает жизни, то это решение принимается незамедлительно. Вам удается передавать вот такие просьбы, которые адресованы, например, лично ему? Вот вы говорите, люди просили передать, что им чего-то не хватает. У вас есть такая возможность? Удается. Удается, и мы скажем больше. Ринат Леонидович, он принимает активное участие в работе штаба. Если речь идет о жизни человека, особенно о жизни ребенка, для него это приоритет. Для него самая главная задача не оставить человека в беде, помочь спасти. Мы вот сейчас говорим, что мы сейчас помогаем людям выживать. Потом мы очень надеемся, что мы будем помогать этим людям просто жить, восстанавливать, жить, снова начать радоваться жизни. И это его самая главная задача. Для этого создавался штаб. И, конечно, все важные решения, и решения, которые касаются жизни и здоровья человека, принимает решение он. Немногим ранее Рима в этой студии сказала, что она не раз слышала от людей, которые отмечали, скажем, вот таким памятным днем годовщину штаба. Она слышала пожелание, чтобы эта годовщина стала первой и последней для того, чтобы наступил мир. Тем не менее, мы имеем объективную реальность, да, и на сегодня, к сожалению, наверное, слишком рано говорить о том, что все у нас спокойно и хорошо. Какие перед собой сейчас задачи ставят конкретно ваши направления? Сколько у вас сейчас на попечении людей? И как вы вообще видите ближайшие недели, может быть, месяцы своей работы? Ну, на попечении в день у нас порядка 40 человек. Это все люди, которые звонят на горячую линию штаба. Это все те индивидуальные истории, которые мы рассматриваем. Сотрудники адресной помощи очень внимательно и детально их прорабатывают и выносят на рассмотрение экспертного совета. Перед собой далее мы ставим амбициозные цели. Сегодня у нас была встреча с учредителем штаба, который сказал о том, что он будет, он помогал, помогает и будет дальше помогать жителям Донбасса. На сегодня мы знаем, что основная потребность и одна из основных потребностей у жителей Донбасса – это потребность в медикаментах. И эта работа должна быть системной. На примере инсулина мы поняли, что наша помощь, она актуальна, она важна. И сейчас мы планируем разрабатывать новые направления по обеспечению теми медикаментами, которые не поставляются туда за счет бюджетных средств и у которых есть потребность. Прежде всего, основной акцент мы будем делать на детях. Для себя мы выбрали две основные ниши. Это противосудорожные препараты и это препараты астматические детям-асматикам. Потому что здесь мы очень четко понимаем, что если ребенок-асматик нерегулярно принимает те или иные лекарства, это влечет к тому, что он становится инвалидом и возможны даже летальные исходы. Поэтому наша основная цель и цель нашего учредителя сегодня – это не дать детям Донбасса стать инвалидами, а также помочь им выжить. Спасибо, Ирина. Вы делаете очень большое дело. Я напомню об индивидуальной помощи жителям Донбасса. Мы говорили с Ириной Тимирко, руководителем направления «Адресная помощь гуманитарного штаба» Рината Ахметова. Онаiseen Тимирко, руководителем направления «Адресная помощь гуманитарного штаба» Рината Ахметова. Она 10 fat specifically за программами «Адресная помощь гуманитарного штаба». Они издевают все pełны . Это гуманитарный штаба от артрالева штаба.